Всем привет! Мы в городе Пугачёв, Саратовской области. Такая вот скамеечка атмосферная с надписью Алексей Толстой Я, наверное, спускаться туда не буду. Я сейчас летал на дроне. Пытался заснять это всё сверху. Не знаю, насколько это всё получится. Ну и вот, в общем-то, есть на что посмотреть. Много природной красоты. Везде указатели, кстати, стоят. В общем, мы в восторге. Вольска. Друзья, всю дорогу из Вольска в Хвалынск за окном были такие виды, что просто дух захватывал. Постоянно было стойкое ощущение того, что едешь вдоль побережья моря. Волга по правую сторону от нас раскинулась настолько широко и берега её настолько напоминали морские, что было действительно ощущение того, что находишься где-то на южной широте и мчишь по дороге к своему какому-то пансионату вдоль побережья моря. В этих краях растёт огромное количество плодовых деревьев. Яблони, сливы, терновник. Деревья просто усыпаны плодами. Останавливайся и собирай, и никто тебе про это ничего не скажет. Всем привет! Мы приехали в парк-отель Хвалынский. Первое впечатление достаточно хорошее. Территория благоустроенная. Очень всё хорошо. Аккуратненько, чистенько. Номера соответствуют заявленным, скажем так, на Bucking.com. Единственное, номера стандарт очень маленькие, но об этом тоже предупреждено в Bucking.com. 16 квадратных метров, в принципе. Для двоих человек, чтобы переночевать, всё удобство есть, все принадлежности необходимые есть, типа чайник, чашки, чай, стаканчики, холодильник. Ну, всё есть это. Сам все парк-отель. Территория, где здорово очень гулять. Сейчас я иду в термальный комплекс. Мои там уже купаются вовсю. А так, в принципе, здесь круто. Тут такая территория офигенная. Это вот эти фонтаны. И ландшафтный дизайн. Очень такой хороший, впечатляющий. Я не скажу, что прям вот супер, да? Там как вот, я не знаю, просто там я прям мега в восторге. Но за те деньги, которые они селят, а это 2700 рублей за номер стандарт, 3200 рублей. Это номер полулюкс. Это вполне. И с завтраками ещё. Но это летние цены. Это не цены выходного дня. Это цены вот буднего дня. Сегодня четверг. Мы ночуем четверга на пятницу, получается. Для тех, кто не хочет идти в термальный комплекс и плескаться в бассейне, ходить по баням, по хамамам, тут можно пройти на озеро. Минус какой? От термального комплекса до домика, в котором мы живём. Не домика, номера. Коттеджа. В нём у нас там номера находятся. Это то, что идти очень далеко. Это надо выходить за территорию отеля, идти немножко вдоль дороги, можно сказать, по трассе. И будет там с правой стороны термальный комплекс. Мы в Полынских термах. Санёк, Ванёк. А это виды. Виды, конечно, обалденные. Шикарные. Там Волга. У нас вечерний променад. Мы пришли на озеро, которое при парк-отелях Волынский. Ну, всё очень достаточно достойно. Нет. Что? Пятёрку тут точно не поставишь. Природа красивая, а всё остальное точно не на пять. Мне всё нравится. Четыре с минуса. Ну, то них не нравится, наверное. Вон там народ купается и загорает. Зона огорожена буями. Скорее всего, дно обследовано водолазами. Вон утка плывёт. Где? Смотрите, какая уточка. Ну, что ж ты её раньше-то не увидела. Вот. Там беседочки такие. Видимо, какие-то приватные, для приватных персон. Место для отдыха. Здесь катамаранчики, лодочки. Можно поплавать. В общем-то, ну, наверное, есть практически всё для активного отдыха. Кстати, парк-отель работает по системе шведского стола и на завтрак, и на обед, и на ужин. Завтрак в стоимость номера включён, обед и ужин по 500 рублей с человека. Кухня неплохая. То есть можно и накушаться, и много как бы разнообразных блюд. В общем, ничего плохого сказать не могу. Теперь наслаждаемся природой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем доброе утро! Мы проснулись. Вот в таком вот коттедже мы спали. Два номера у нас было одноместных. В номерах есть все, что нужно для жизни. Я это по-другому не назову. Двуспальная кровать. Все стандартные функции туриста. Ты что все за нами ходишь, а? Ты что все за нами ходишь, кошат? Ваня, пойдешь? Кошки тут прям вообще липнущие ко всем. Смотрите, какой замок на территории парк-отеля. Так тепло, свежо на улице. Времени 7 утра. Ты с нами гулять идешь? Ходишь за нами? А? Подруга? А, лев грозный. Вот такой замок. Ступени к замку. Вот их так много. И посередине скамейки для тех, кто устал подниматься. Можно передохнуть и топать дальше. Ну, нам сейчас предстоит спуск. Дело плевое. На территории отеля есть оздоровительный центр. А кошка так и гуляет с нами. Он прям по пятам. Подруга наша. Здесь вот есть веревочный парк. Фонтаны. Шашлык у фонтана. Кафе-бар, который работает якобы до 23 часов. И вот там какие-то аттракционы. Идем смотреть. Вообще территория, конечно, большая. Зеленая. Воздух офигенный. Несколько родников здесь. Прямо на территории есть. Но где-то все равно остатки совдепии. Запашок ее есть. Мне почему-то это напоминает самарский Циолковский. Но не вот прям попадание стопроцентное. А именно... Ну, какие-то отголоски есть. Не пойму где, в чем. Что тут за аттракционы? Шашлык у фонтана. Надувные горки. А, в воду, да, ныряешь? Лежаки. Ну, и, собственно, вот. На территории парк-отеля есть тропа здоровья. Притяженность ее 2,7 километра. Вот тут бильярд еще. Любителям. Любителям. Добавил в воду. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Пещера Монаха называется Сакральный памятник природы Это место, говорят, обладает удивительной силой Жизненной, духовной Исцеляет недуги Успокаивает дурные мысли Ну, наверное, все, что нужно мне как раз И он тем впереди двоим идущим А еще на входе на туристическую тропу висят баннеры По поводу присутствия в этих местах Змей Еще и семи Разновидностей всяких разных И висит правило и памятка Как себя вести Если вдруг вы столкнулись с рептилией Что делать нужно И чего делать не нужно Пол дороги я шел, перебирал В голове правила До сих пор иду и Смотрю влево-вправо Не таится ли где-нибудь Черный мелкий склизкий червяк Если его так можно назвать Вообще всю дорогу Вот идет такая тропа Где-то половину пути она идет Посыпанная щебнем мелким А потом она просто вот такая грунтовая идет Поэтому если будет дождик То здесь делать вообще нечего Наверное Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот мы и добрались до этого места Вот та самая пещера монаха Как и на Афоне В общем-то у них очень маленькие входы И сама пещера глубиной не очень большая А высота потолка там такая Чтобы монах мог стоять на коленях Пещеры две Вот одна здесь вот И одна вот здесь вот Чуть ниже Вот В основном эта пещера служила местом для того, чтобы монах мог укрываться в непогоду Для того, чтобы ночевать мог И для того, чтобы уединяться в своих молитвах В основном в подобных пещерах селились отшельники Которые полностью свою жизнь вычеркивали из мирской И посвящали себя целиком полностью молитве и Богу Место сакральное Сакральное место в России Национальный памятник Хвалыни На въезде прямо в поселок Есть очень большой указатель Вы не ошибетесь Километров 8 от дороги И вы дойдете прямо до места Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Значит, на подъездах, а на площадке возле входа На туристическую тропу к чаше монаха Есть вот такой вот киоск Здесь продают билеты Все туристы обязаны их приобрести Это как-то туристический сбор или еще как-то Стоимость билета 30 рублей взрослый И если вы приехали на машине Кроме как на машине сюда приехать Наверное, не получится никак Ну, может быть, на автобусе Стоимость парковки 25 рублей В общем, цены социальные Ну, и тут на въезде, на входе Есть информация по посещаемому месту И рекомендуемые места для посещения Которые находятся поблизости Тут вот зверинец есть Есть святой источник с купелью Можно также пройтись Вот Тут вот полная Карта туристического маршрута По национальному парку Хвалынский Путешествуйте Это очень увлекательно Путешествуйте Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...